вот это лес вот это начинается с этого зима то есть они уходят в зиму что интересного что я не заметил ни одного лесника чтобы он взял грабли начал выгребать из леса это потому что это все вредно там зимой насекомые вредные они обязательно уничтожат эти березы ни одного лесника белить на усилий тут ума много не надо там главное было деньги помните как я говорил раньше было 30 процентов брали отпиливали а 7 составляли а теперь 70 пиливать 3 составляет так вот хорошо хоть тут не берет но и траву не убирают смотрите это мой сад сейчас обратите внимание я специально фотографии делал осень так весна причем если вы проглядитесь вот это вот сам придет питомнице поливать трубопровода вода швады и течение года то есть это одно и то же только с разных ракурсов еще раз видите вот вот это вот пенек вот внизу справа вот он вот ведь это есть для чего говорю грабли жить не было наелись что бывает крайне редко культурных садах все приказано убрать и весной вот мы сегодня ходили фотографии дома но это пусть фотография недельной давности где листья а листья где кладовая работает . они уже под землей все это работает вот вот это есть определенная цепочка она гораздо сложнее потому что того сейчас это эти самые грибы и черви и микориза все на это ну кое-что покажу не выдержался и так это я показываю вот я не знаю это вообще принято может быть они ни разу жизни не сказали перейти грабли убирать поэтому речь не хотели разницу их конкретных а тебе еще в принципе вот проходит они или нет они ходят что под почву червей что вот это все съедается я решил показать им червей если бы они не перекапали почву и сажая разрубая на счастье вот так такой этот самый человек это такой работяга это одно из главных важнейших звеньям пищевой цепочки и природы в принципе вот грибы жрут вот это все да мертвичину а эти еще лучше они едят живое у них распределились обязанности я нигде этого не читал никогда это я все придумал ну можете виска крутить а у них обязанности значит живую органику и там полуживую до видят червей а мертвые дед грибы и оставляют за свои такие ходы а вот и корень да здесь образуется микориза на это отдельная тема я боюсь пугать вот смотрите кончики корней если мы возьмем выделим корень от моем этом мы не увидим это все это ну бой все боюсь еще не выдержал и так сюда прорыл вот так устроена почва а эти вы неужели трудно было ну вы конечно не догадались я не говорю что вы это не знаете ну а это вы смогли сказать что срочно накормите дерево тут может быть впервые в жизни я скажу подкормить и молодые деревья кормить обязательно потому что она мешает развитию хранения там они должны захватить большую площадь большая площадь это больше пищи больше воды ну и так далее вот тут вы должны выскать вот тут я бы не против подкормить и а так как она чем-то не подыхает в голду подыхает ну бедно же посмотрите внимание что вот эти его срочно подкормить и хотя и это его рада кормить в этом уже все больше не будет но уже голодное то умирающие от голды дерево подкормить и идем дальше что не все и так наконец увидели червей а там то где они были тысячи червей было уничтожено прямо в смысле лопаты резали это представить это найти иногда вы-то меня понимаете мы с вами три года уже это союзе работы как-то представить вот эта лопата страшное оружие против маленького червячка чуть длиннее спичного коробка вот и это все копать копать и разрушать и решать вот потом за 10-20 лет восстановить уже придут другие эти то будут уничтожены ни пищи ничего ни одной листочка как это не понимать господи боже мой ну я по крайней мере чё довелать чуть-чуть меньше станут коричь почек и потом это каторжный труд согласитесь на сану за каторжный труд перекопать веса а потом согласно современным учениям даже мишу рыхлеть и рыхлеть и все это сам все ты 5 соток рыхлеть и все это ужас тут грядка с помидорами или нет с этими с морковкой там 1 на 3 метре квадратных метров замучились а тут-то вот это вот пожалуйста вот посмотрели на себя теперь вы будете знать плодородие почвы это черви но не выдержался ладно википедия симбиотическая ассоциация мицелия гриба симбиотическая с корнями высших растений высших растений поняли как раз они интересный факт основное отличие эндотроптомикоризы какое слово применили ну-ка а вот есть эндотропные сафротропные но если мы сейчас будем рассказывать людям всем их отличие тут останется два феха мы с вами так теперь нужно конца добьем этот вопрос питание гриба можно назвать сложным процессом отличающий свою значимость у круговороте соединения окружающей среде значимостью это я сейчас сам первое читаю ну то есть скопировал забыл значимостью лишние участки подобных сыпульсках отсутствуют поняли что это значит все дело даже огромное разнообразие паразита имеет значение это тоже они вот этого самого нет не понимает уничтожая паразитов ведь они способны внимания разлагать ослабленные организмы после гибели таким образом учащая природу а самое главное что нам не надо вмешиваться в это то есть мы можем отличить одно от другого но не наше дело говорить а вот этот паразит знаете когда все все сгребают оставляют умирать от голода деревья борьба с вредными этими так так тогда я вам посоветую как это знаете как он говорит сколько в бороде этих волосом лет сто восемьдесят тысяч триссот двадцать один а как это самое проверить а так выдергаем по одному и начинаете выдергать так и тут если есть там вредное становитесь на колени и по одному пицетами как оттуда активность уничтожая то что вы считаете время вы уничтожаете все на свете про голодание болезни и не плодоношение деревьев вашем случае кандидаты наук все я это самое обещал что будет одно слово только как они там тиберезицы ну чтобы понятно было что больно они этим гордятся все в вашем случае ну тут слова теперь цена была разорвана пищевая сапочка но это потом фотографии еще было трудоносить внимание посылать железу у меня их сотни черный пар голая изувеченная почва смерть червям муравьям гриба бактериям если бы это было вбитых головы всем кому это форма тоже будет бита сейчас бы они не написали бы уничтожить эту грушу